Пузатенькие сосуды из меди, латуни и никеля – все это хорошо известные самовары, которые называют исконно русским символом. Потому в городском музее решили обустроить для них целую выставку. Идея эта появилась благодаря тому, что мы подумали, что же нам нужно выставить именно зимой. Зима – это холодное время года и согревает именно горячий чай. Поэтому пришла идея выставить именно самовары. Мы долго искали, кто еще может поделиться с нами самоварами. И наткнулись на коллекцию самоваров, которая представлена в трактире «Три семерки». Особое внимание – композиции на окне «У самовара я и моя Маша», которую можно увидеть также с улицы. Фарфоровую куклу на временное хранение музею отдала маленькая Даша. Также среди интересных экземпляров – самовар конца 1890-х годов с клеймом «Чурин» и компания. Купить такое было невозможно, потому что делали их только по спецзаказам. Это духовой самовар. То есть принцип его работы – то есть в него заливается вода, то есть снимается крышка, в него заливается вода. Затем он топится либо дровами, либо углем. То есть он называется духовой за счет температуры. При этом, что он нагревается очень быстро. Посетителям выставки расскажут историю появления и использования самоваров, покажут принципы работы устройства и даже предложат поучаствовать в игре. Можете подробнее рассказать об этой представленной игре? Эта игра называется «Мемо». То есть суть игры заключается в том, что карточки переворачиваются, и задача – найти две одинаковых. При том, что играть может от двух человек и более. То есть мы поднимаем карточку, то есть наша задача – найти две одинаковых. То есть мы находим две одинаковых, значит мы забираем. То есть у нас есть один балл. Вообще существует такая легенда, что с первой самовары в Россию привез Петр I. Но, как показывают исторические документы, на самом деле самовары появляются примерно в середине XVIII века. То есть когда они появились, активно их начали делать производство самоваров, начали налаживать в Сибири. Но рассвет производства самоваров приходится на вторую половину XIX века. Выставка открылась 15 декабря и будет ждать гостей до конца января, чтобы все желающие смогли ознакомиться с экспозицией на зимних каникулах. Но стоит учитывать, что после празднования Нового года музей начнет работать с 4 января.